Девушки отдыхают Многие из которых были экранизированы и стали нестареющей классикой. В общем, человек разбирается в природе страшного. Так вот, всё, что нас пугает, Кинг разделил на три типа. Первый, самый простой, отвратительный. То, что вызывает отторжение при одном только взгляде. Расчленёнка, увечья, слизь, гниение, поедающие плод черви, жуки, личинки, щупальца. Второй тип ужасное, неестественное. К примеру, гигантский кальмар, кракен, Кинг-Конг, Годзилла, огромная акула-людоед. Иногда оба эти типа комбинируют, чтобы добиться большего эффекта. Но если верить Кингу, третий вид страха ещё мощнее. Террор. Этим словом, писатель описывает различные состояния, когда ужас буквально переполняет вас изнутри, и вы не можете до конца объяснить причину его возникновения. К примеру, почти всех наверняка посещало чувство, что у вас за спиной кто-то есть. Вы слышите какие-то шаги, чувствуете дыхание, но при этом не оборачиваетесь. Ужас сковывает дело. А когда, наконец, удаётся преодолеть себя, вы поворачиваете голову и понимаете, что сзади никого. Но странное беспокойство не уходит. Так вот, странность во всём этом и играет ключевую роль. Чтобы сделать что-то привычное и заурядное страшным, нужно к этому привычному добавить что-то непривычное или поместить его в непривычную обстановку. Именно это и происходит с клоунами. На арене цирка они редко кажутся страшными, ведь там они на своём месте. Но если встретить клоуна в тёмном переулке, или в лесу, или в библиотеке, это как минимум странно, а значит и страшно. Но это лишь одна из причин. Такую же важную роль играет клоунский грим. Дело в том, что он часто скрывает мимику. А лицо, которое выражает очень отчётливую, но неизменную эмоцию, настораживает. И если в короткой цирковой репризе это отражает амплуа клоуна и оправдана сюжетом репризы, то в других обстоятельствах выглядит, мягко говоря, неуместно. Именно поэтому многие злодеи культовых ужастиков носят маску. Джейсон Вурхис из «Пятницы 13-е». Кожаное лицо из техасской резни бензопилой. Призрачное лицо из «Крика». Список длин. Дело в том, что большую часть информации о человеке мы считываем именно благодаря мимике. А если лицо скрыто маской или гримом, понять, что за человек перед тобой и каковы его намерения, практически невозможно. А неизвестность, как и странность. Ещё один мощнейший триггер для возникновения страха. Также людей пугает непредсказуемость и спонтанность действий клоуна. Подсознательно его странное поведение мы можем рассматривать как признак серьёзного психического заболевания. А кто-то просто боится быть высмеянным перед публикой, так как клоуны во время представления часто вытаскивают зрителей на манеж и начинают над ними подшучивать. Ещё одно объяснение. Эффект слоящей долины. Автор термина – робототехник из Японии Масахиро Мори. Он исследовал эмоциональную реакцию людей на внешний вид роботов и выяснил, что чем больше они похожи на человека, тем симпатичнее кажутся. Но есть опасный предел этой похожести, достигнув которого робот становится пугающим. Да, он выглядит почти как человек, но наш глаз улавливает малейшее отклонение от нормальности, к примеру, неестественность движений или странную мимику, неточность синхронизации движения губ. И это кажется жутким. Клоуны со своей странной одеждой и поведением тоже часто попадают в зловещую долину. Также часто жертвой эффекта становятся детские куклы. И во многом поэтому манекенов для торговых залов редко делают похожими на людей или вовсе намеренно лишают их некоторых частей тела. А в детских мультиках людей редко рисуют максимально достоверно. Ну и, конечно, важную роль в массовом распространении коулрофобии, так психологи называют боязнь клоунов, сыграл уже знакомый нам Стивен Кинг. В его романе «Оно» главным злодеем был монстр из иных измерений, который питался детьми, заманивая их в образе танцующего клоуна Пеннивайза, а затем принимал форму того, чего жертва боится больше всего. Хотя задолго до появления книги Стивена Кинга вышел комикс Боба Кейна и Билла Фингера с Джокером, одним из главных врагов Бэтмена. Так что определить точно, когда и как появилась коулрофобия невозможно. Впрочем, в официальном списке фобий Американской психиатрической ассоциации боязнь клоунов до сих пор отсутствует. И как ее лечить, пока не очень понятно. Мы бы посоветовали посмотреть выступление Карандаша или Юрия Никулина. Это просто ужасно смешно. И совсем не страшно. Хочу все знать. Что такое закон джунглей? Вы наверняка знаете Маугли. Главный герой книги джунглей Ридьярда Киплинга мальчик, который вырос в лесу в окружении животных. Благодаря мультику режиссера Романа Давыдова эту историю знали без исключения все дети Советского Союза. И учились жить по закону джунглей. У Киплинга это настоящий моральный кодекс, которого придерживаются все звери в джунглях, кроме разве что обезьян-бандерлогов. Закон этот благороден, а не жесток. Он предписывает защищать свою стаю, не лишать пропитания слабого, уважать других животных и ни в коем случае не убивать человека. Но разумеется, никакого нравственного закона, равно как и представлений о морали, нравственности и благородстве у животных нет. По крайней мере, так принято думать. Хотя натуралистам известно много случаев межвидовой солидарности. К примеру, когда гиппопотам отбивают антилопу у напавшего на нее крокодила. Кроме того, домашние животные уж точно способны на какое-то подобие нравственного поведения. Иначе, почему мы все рыдаем от истории про хатик? В общем, тема эта сложная и очень неоднозначная. Но все же, как правило, животные убивают инстинктивно и добычу, и врагов, и себе подобных конкурентов. И в этом наше главное отличие. Так что в жизни правы оказались не хорошие парни, благородный Акела, храбрый Балу или мудрый Каа, а самый отвратительный персонаж, табаки, утверждавший, что каждый сам за себя. С гнусным шакалом был вынужден согласиться и автор знаменитой книги «Происхождение видов путем естественного отбора» отец теории эволюции Чарльз Дарвина. Вопреки расхожему мнению, главное открытие Дарвина вовсе не теория эволюции. Она лишь следствия. И, кстати, у нее до сих пор много противников, и не только среди религиозных фанатиков и сторонников теории плоской земли. Так вот, самое важное, что выяснил английский ученый, это то, что любая жизнь на земле это борьба за существование. Живые организмы меняются, чтобы быть более успешными в этой борьбе. Полезное для выживания изменение фиксирует наследственная изменчивость, а с неудачниками рано или поздно расправляется естественный отбор. Так что честный ответ на детские вопросы, например, почему зебра полосатые или почему у слона большие уши будет универсальным, хотя и немного грустным. Потому что все другие слоны и зебры вымерли. Маленькие уши не позволили эффективно охлаждать голову в жарком климате. А гладкий окрас отличная приманка для хищников и мух-цеце. Дарвин выделил три типа борьбы за существование. Первый это борьба с неблагоприятными условиями окружающей среды. Понятно, что, например, медведь покрыт шерстью не для красоты, а чтобы выжить в 40-градусный мороз. А в крови яка больше гемоглобина, чтобы хватало кислорода в горах на высоте в несколько тысяч метров. Второй тип внутривидовая борьба. В ходе нее организмы конкурируют за ограниченные ресурсы, пищу, воду, территорию и даже солнечный свет. Самцы конкурируют за самок или наоборот. Наконец, третье межвидовая борьба. Например, в одном и том же лесу живут волки и лисы, которые охотятся на зайцев. Количество зайцев ограничено, поэтому хищники конкурируют друг с другом. Кто охотится удачнее, тот и выживает. Борьба идет также между хищниками и жертвами. Если зайцы приспособились лучше, что ж, значит, какая-то часть хищников навсегда покинет поле битвы. В межвидовой борьбе и в борьбе с окружающей средой человек, как биологический вид, в целом победил. То есть, если в схватке человека с тигром один на один у последнего неплохие шансы, то как вид тигр, конечно, проиграл. Роль неблагоприятных условий, голода, холода, природных катаклизмов среди причин смертности людей тоже невелика. Но вот борьба внутри нашего вида хомо сапиенс никуда не делась. Правда, приняла несколько другие формы. Однако, закон джунглей реальный, а непридуманный Киплингом продолжает работать. Выживает, вернее, получает наибольшее количество ресурсов, денег, власти, влияние. Самый умный, самый образованный, самый трудолюбивый и хорошо приспособленный к жизни в обществе. Хотя и это тоже довольно спорное утверждение. Хочу все знать Почему кофе это он? Каждый год человечество выпивает полтриллиона чашек кофе. Это второй по объемам торговли биржевой товар после нефти и третий по популярности напиток после воды и чая. В каждой стране свои кофейные традиции и свои рецепты. Местами довольно странные. Например, кофе с пивом или майонезом. Но так было не всегда. Согласно легенде, все начал некий пастух по имени Калдим. Он заметил, что его козы, наевшись листьев и ягод некоего дерева, становятся очень подвижными и бодрыми. То же самое почувствовал и сам Калдим. Случилось это в 850 году на территории современной Эфиопии. Как несложно догадаться, это то самое дерево, было кофейным. Его плод, кофейная вишня, по виду действительно напоминает вишню, а по вкусу виноград. Внутри состоящее из двух половинок зеленое зерно, которое при обжарке приобретает коричневый цвет. Однако, первый напиток из него был, по сути, вином, перебродившим соком ягод. А обжаривать зерна догадались только в 13 веке. Но завоевывать мир кофе начал с Йемена, где в 15 веке его научились массово выращивать. Бизнес был отличный. Почти 200 лет тамошние султаны удерживали монополию, пока голландец Петер Ван дер Броке не раздобыл несколько саженцев. Вообще, заполучить ценную культуру в то время хотели многие. За ней даже развернулась охота. Семена и рассаду покупали, крали, получали обманом. В итоге, кофе стали выращивать везде, где позволял климат. Первая европейская кофейня появилась в 1647 году, а через четверть века в одном только Лондоне. Их было уже более 300. В Россию кофе привез Петр I. В высших слоях общества напиток полюбили, но народным, в отличие от чая, он так и не стал. По многим причинам. От дороговизны до неприятия на религиозной почве. Например, некоторые церковные деятели называли коричневые зерна пометом дьявола. В СССР кофе тоже был, но позволить себе чашечку по утрам могли не все. Килограмм арабики стоил 36 рублей, при средней зарплате 120. У пролетариев в ходу были так называемые кофейные напитки из цикория, ячменя и даже желудей. Но главный вопрос, какого рода слово кофе? Среднего или мужского? В конце прошлого десятилетия филологи определились, можно и так, и так. Минобразование согласилось и выпустило приказ. Тот самый с йогуртом и договором. Ну, а если серьезно, почему кофе это он? Расхожее объяснение такое. Потому что раньше говорили кофей. И это не очень-то убедительно. Более вероятным считается влияние немецкого и французского языков, где кофе мужского рода. Вообще, изначально было три равноправных варианта. Кофей и кофей мужского рода и кофе среднего. Со временем средний род начал побеждать, а мужские варианты стали считать стилистически сниженными. Потом ситуация поменялась, и уже средний род стал уделом простонародья. У тех, кто считает, что кофе это оно, тоже есть аргументы. Во-первых, заимствованные слова с окончанием нагласного, как правило, среднего рода. Суфле, желе, пальто, даже кафе среднего рода. И это не вызывает отторжения. Во-вторых, классики русской литературы от Карамзинада Достоевского использовали именно средний род. В-третьих, даже если раньше говорили кофей, нет никакого резона тащить в современную речь замшелое анахронизм. У фолловеров мужского рода аргументов особо нет. Но кроме шутки о том, хороший кофе это он, а плохой, так и быть, пусть будет оно. Кстати, недавно в сети появилось сообщение, чтобы прекратить бесконечный спор, Институт русского языка постановил впредь употреблять слово кофе только в женском роде. Например, горячее кофе. Хорошо, что это была лишь первоапрельская шутка.